Ирригационная система Шумкента пришла в негодность. Замечания горожан относительно беззалаберной установки лотков, а то и вовсе их отсутствие, озвучил и глава города. Правда, по его мнению, в этом нет вины горе проектировщиков и подрядчиков. Вы и сами видели, что вчера во время дождей творилось. У нас вся ирригация вышла из строя. Реки у нас могут внезапно где-то начаться и непонятно где закончатся. Кроме того, перед ресторанами, кафе, магазинами владельцы перекрыли лотки. Кто-то под стоянку, кто-то под строительство здания. При этом перед ресторанами и кафе даже тротуаров нет. Поэтому мы понимаем, что сейчас прежде всего необходимо привести в порядок ирригационную систему. И я благодарен вам, что вы одобрили нашу заявку и решили выделить 386 миллионов тенге на обустройство ирригации пока на 23 улицах города. Должен решиться и вопрос с жителями социально неблагополучных районов Шумкента. Руководство города решило переселить жителей Зеленой Балки и тех, кто живет вплотную к Ашкарате, в квартиры. У чиновников даже план имеется. Зеленая Балка с яхтой. Мы скажем, построишь здесь девятиэтажные дома. Сто квартира дашь либо Акимату, либо заплатишь за те дома, которые ты снес, чтобы мы могли выкупить жилье для них. Я думаю, это лучший вариант решения проблемы. Водители, планировавшие в дорожных ямах посадить цветочные клумбы, могут успокоиться. В этом году выделяются средства на ремонт улиц. Вот только непонятно, почему вместо того, чтобы оштрафовать на крупную сумму подрядчиков, отвратительно золотавших ямы на дорогах, Акимат предпочитает заставить их произвести работу над ошибками. Если будет какая-нибудь проблема с просадкой, либо ямой, либо трещиной, тогда уже не будут засущивать переделы. Помимо прочего, проголосовали депутаты из-за выделения 70 миллионов тенге на горячее питание для школьников, 192 миллионов 800 тысяч тенге на благоустройство зоопарка, капитальный ремонт здания 5-й спортшколы, не забыли и о культурных мероприятиях. На их проведение выделили порядка 10 миллионов тенге и участие школьников в выставке Экспо-2017. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова